Библейский текст Библейский текст нужно было как-то подразделять. Сегодня у нас главы, стихи, все хорошо. Но раннее деление было немножко другим. Например, для Ветхого Завета текст делился на книги. И вот это как раз по свиткам. Были ранние деления на фрагменты, причем, прежде всего, для богослужебного чтения. Сколько именно можно прочитать в данный день служения? Обратите внимание, что деление на главы в Ветхом Завете появилось очень поздно. 1330 год, в печатном виде в 1517 году. На стихи первоначальное деление появилось довольно рано. Стали расставлять постепенно то, что сегодня запятым точкам соответствует. Расставляли, исходя из пауз. Вот в каком месте чтец должен сделать паузу. И какая это пауза, больше или меньше. Обратите, пожалуйста, внимание. И это будет справедливо и для еврейского, и для греческого. Слова в ранних рукописях писали вместе. Вот именно так, если бы вы это увидели в написанном виде. Допустим, мою последнюю фразу. Без единого пропуска. Слова в данных рукописях, слова в ранних рукописях писали вместе. И дальше уже дело филолога. Понять, что там, что это такое. Известное мне слово слова. Или которое, как какое-то неизвестное причастие. Депричастие словав. Похожее на сломав, допустим. А может быть это и опечатка. Может быть там действительно было сломав. Сломав в ранних рукописях. Нет, не подходит. Значит, все-таки слова в. Кстати говоря, сразу должен сказать. Иногда возникает вопрос. Вы читаете Библию? Говорите. Так вот, он. Это к чему это? Или к кому это относится? Это к Иисусу или не к Иисусу? А, тут он написано с большой буквы. Значит, к Иисусу. Вот написали с большой буквы переводчики и редакторы данного издания, которые решили, что это действительно относится к Иисусу, и которые решили все, что относится к Иисусу, писать с больших букв. Дело в том, что в самых ранних текстах все писалось большими буквами. Так называемые унциалы. Большие заглавные буквы. Их четко выписывали, четко прописывали. А в более поздних рукописях все писалось с малыми буквами. Разделение на большие и малые буквы появилось уже существенно позже, к IX-X веку. Поэтому сказать о том, что вот здесь точно относится к Иисусу, потому что апостол Павел написал здесь слово «он» с большой буквы, будет, по крайней мере, неверным. По меньшей мере, неверным. Вот. Значит, а вот современное деление на стихи еще позже, в 1571 году. То же самое давайте посмотрим по поводу текстов Нового Завета. Пока вы смотрите этот слайд, скажу вам следующее. Да, главы, кефалия, 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 извините, кефалия, кефалия, голова. Вспомните русское выражение «автокефальная церковь». Автокефальная, то есть самоуправляемая, самочинная, если хотите, которая сама себе голова. Вот кефалия, голова. Значит, обратите, пожалуйста, внимание, что опять-таки апостолы не делили текст на главы. Когда мы с вами читаем Священное Писание, мы читаем одну главу, потом делаем перерыв, потом другую, на следующий день, может быть. И мы часто теряем связь между главами. А эта связь очень важна. И этого разделения на главы изначально-то ведь не было. Иисус принимает крещение, Иоанн крестит его и Иордана, голубь сходит, и голос небесный звучит сей. «Ты сын мой, возлюбленный, в тебе мое благоволение», говорит голос Божий, голос Отца. Это последнее, что слышится в конце третьей главы. В четвертой главе Иисус приходит, приведен Духом в пустыню, и следующие же слова, которые он слышит от сатаны, «Если ты сын Божий, то…» и так далее. Бог Отец говорит, «Ты сын Божий». Сатана говорит следующее же, «Если ты сын Божий». Видите, какая связь? Сатана сразу ставит под сомнение то, что сказал Бог Отец. Третья глава «Бытия». Сатана обращается к Еве и говорит, истинно ли сказал Бог. Вот то же самое. Таких моментов очень и очень много. Когда история переходит из главы в главу, когда искусственное разделение на главы нам мешает разобраться, в том, о чем идет речь. Так что, когда читаете Священное Писание, пожалуйста, будьте в этом плане внимательны. Есть такая шутка, что человек, который разделил Священное Писание на стихи, для издания 1557 года, делал это следующим образом. Ему нужно было разделить Писание на стихи, «А он любил кататься на лошадь». Вот он садится на лошадь и едет. Лошадь подскочила. Стих. Подскочила еще один стих. На самом деле понятно, что это басенка. Но действительно, деление на стихи очень часто бывает случайно. Более того, мы с вами, современные читатели, мыслим маленькими фрагментами. Мы пытаемся восстановить, идти от конкретного, от частного и восстановить общую картину. А древние-то читатели мыслили по-другому. Они запоминали, заучивали текст буквально страницами или книгами. Для них вот этих искусственных преград не существовало. Они телескопически могли видеть всю картинку. Эта мысль нам будет очень нужна на будущей неделе, когда мы с вами вместе будем изучать Священное Писание. Вот так, собственно говоря, и происходило разделение библейского текста, который мы с вами имеем сегодня. Ну ладно, это уже было потом. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Да. Ну вот, в новозаветные времена в синагогах читали книгу, допустим, Исаии. Да. Они, если там было написано вообще все сплошь, без разделения, они как-то вырывали главами? Нет, сейчас расскажу. Сейчас расскажу. Сейчас мы будем говорить о еврейских рукописях. Для богослужебного пользования рукописи готовили очень четко. И без разделения было действительно написано, было без разделения на слова. Но секции, я вам сказал, помните, что они, во-первых, выделяли уже секции для богослужебного чтения. То есть вот эта секция должна была читаться. На этот день выпало читать то-то, то-то. Вот эта секция выделена. Когда Иисус взял и начал читать из Исаии, помните, он был в синагоге, в Назарете. Он говорит, и Дух Господний на мне. Вот выпало ему. Почему ему выпало? Потому что Бог так устроил. А это была очередная секция для богослужебного чтения. Секции, конечно, разделялись. Более того, эти рукописи готовились очень конкретно. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова